Прекрасная ночь! Даже птицы не заперли двери в гнезда свои. Мастер велик! Ему нужно просто учеников всех мочить. Приветствую вас, разящие клешни карася! С вами Федорович, а в этом видео я вам покажу заморского мастера, у которого достижений больше, чем у самого бадюка. А еще я вам покажу лучшие приемы, которые обязательно помогут вам побеждать в любых кабачных драках, даже если против вас будет целая толпа противников. Преклонитесь перед великим грандмастером Ирвингом Сотто! Черный пояс 10-го дана! Восьмикратный чемпион мира по кумите карате! Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу! Четырехкратный чемпион мира по грэплингу! Трехкратный чемпион мира по джиу-джитсу! Пятикратный чемпион мира по дракам на голых кулаках! Но это далеко не конец! Ведь с каждым годом мужик получает еще пару титулов! А может, пока я это все читал, он успел выиграть очередной чемпионат мира по поеданию пельменей, например! Я не буду говорить про технику всех этих невероятных приемов, я просто спрошу, что за хрень, мужик? Это реально твое кимоно? Нахрена ты всем показываешь свой стальной пельмень, одев майку, как у самых элитных х**ов? Нет, я, конечно, понимаю, что мужик наверняка качал пресс по системе шляхтера и теперь думает, что противник при виде его очаровательного пуза сразу из врага превратится в подружку. Но все же до настоящих пивных бойцов ему далеко, поэтому постыдился бы светить своим недомеркам. Ну да ладно, пузо пузом, но грандмастер сейчас нам покажет, как нужно перебивать целую пирамиду бетонных блоков. А нет, не покажет, так как блоки оказались настоящими, и теперь мастер просто их разбирает и ищет какой-нибудь с трещиной, чтобы сказать, что именно эту трещину на третьем блоке он и хотел сделать. Не каждый гусь долетит до середины океана, а не каждый боец сможет перебить кучу блоков. Поэтому мы посмотрим, как мастер, будучи четырехкратным чемпионом по кикбоксингу, работает на мешке. А делает он это великолепно. Смотрите и учитесь. Это лучший прием против алкаша, который еле стоит на ногах. Делаем высекание, сбивая его с ног, а потом поднимаем с земли и херачим о бетонный пол. Все, победа в кармане. Не бойтесь делать то, что не умеете, ибо Ноев Ковчег строил любитель, а профессионалы строили Титаник. Я понимаю, что до стократного чемпиона мира нам далеко, поэтому я покажу вам более приземленные приемы, которые помогут вам в повседневной жизни. Особенно в драках на танцах и в кабаках. С деньгами и дурак может стать барином, а тот, кто умеет танцевать и дерется классно. По крайней мере, в этом уверен мастер-болерун, который раскидывает в бравом танце и боксеров, и каратистов направо и налево. А это все благодаря его тонким и изящным ножкам, как у лебедя, и красивым и невероятно мощным рукам, как у рака. Даже самую грозную змею может одолеть куча муравьев, а самого лучшего бойца может одолеть толпа гопников. Конечно, я понимаю, что в кабаках и в наливайках один на один никто не дерется, и вам наверняка пригодится техника, которая сможет без проблем раскидать целую толпу. И я вам ее дам. В этой технике главное поймать ритм толпы и двигаться, как падающий лепесток цветка сакуры, который обуздал ветер и несется на его гребне к новым высотам мягкой травы. Знаю-знаю, можете даже не говорить. Гопники не пионеры и нападать с голыми руками на вас не будут, поэтому обязательно схватят бильярдный кий или стул и понесутся в атаку на вас. Но я это предусмотрел, поэтому дам вам технику мастера, который обучит защите именно от таких вот разгильдяев. Делай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. Именно так поступают настоящие мастера. Они не тратят годы на тренировки, они сразу набирают учеников, а потом делают, что умеют. Или тупо убегают. А может, просто отойдут в сторону и схватят стул руками. Или получат по горбу. Это уже как решит судьба и криворукий ученик, который нападает неправильно. Но если вам вдруг доведется забухать в Японии, то в кабаке на вас наверняка нападут с катаной. Именно тогда вы вспомните эти приемы и сможете стать местной легендой. Хотя, наверное, лучше не надо. А то мастер уже пару раз затупил и мог получить мечом по горбу. 7 раз упади, 8 раз поднимись. Но если вы настоящий мастер по продавливанию дивана и уничтожению злостных баклашек с пивом, то падать вам ни к чему. Я вам покажу технику, с помощью которой вы будете раскидывать десятки противников одним легким касанием. Нет более аккуратного водителя, чем тот, который забыл права дома. А нет более нежного мастера, чем тот, который вырубает противника одним касанием к херам, а потом ловит бездыханное тело, чтобы ученик всерьез не разбил свою тупую башку об плитку. Но если вы все-таки решите использовать эту технику, то помните, что мастер всегда ходит с двумя санитарами, которые после касания сразу откачивают жертву. А то это тюрьма. Ведь чуваки будут дохнуть, как мухи от газеты деда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой стиль выбрали вы. Дикого танцора или касание смерти. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Обмазывающий сильный. Соответственно, хоба, хоба, хоба. Вот так. Благодаря одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю. Хобб вырываю ключица, подключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сильный. Начинаем. Атака слева. Атака справа. Атака слева. Атака справа. Это называется лепить. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения не светить нигде. Шарики солнечные. Ставил. Какой интеллот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз. Ничего не успевайте. Это убит.